так на общем всем привет меня зовут алексей саламин я работаю сейчас в яндексе в поиске с прошлого года до этого работал в интеле в команде intel compiler в новосибирском офисе и там же закончил университет я математик значит душе вот поэтому может быть повлияло как-то на мою презентацию ну и плавно переходя к теме моего доклада такой немножко холиварной предлагаю поиграть мой товарищ преподавал курс по си плюс плюс в университете у него вот любимый вопрос на тройку был такой сколько раз будет узнан конструктор копирования маленький кусочек кода с чек ошибался он его выгонял люди его там люто ненавидели за это говорит что там компилятор должен дознать программист не должен вот но но все равно ставил двойку грил пишите на java си плюс плюс значит вы извольте знать вот поэтому как бы на будет все не серьезно доклад александровна ездил в торонто там здорово за руку со всеми все чин-чином а у меня доклад попроще предлагаю немножко похулеварить поиграть и для разминки такой еще момент эти студенты это где-то было начало двухтысячных вот поэтому чтобы нам перенестись поставить себя на их место я специально поставить виртуал кустибе иначе чем gcc 4 1 все оптимизации отключены 98 плюс и даже не 0x ничего такого нет вот арбитром у нас будет вот такой класс который просто следит когда его копируют вот ну соответственно у него обращаю внимание всех операций сайд эффект он просто все пишет что произошло и мы считаем что класс имитирует что-то вроде вектор да его копировать тяжело но если он пустой хранить себе допустим минус единичка мы считаем что это пустой вектор копирует легко и флот на конструктор у нас легкий вот ну и простейший вопрос берем объект по значению передаю функцию там снимаем с него копию сколько раз будет вызван всего конструктор копирования вопрос зал четыре но это прям overkill на самом деле конечно всего два да создали объект конструктор скопировали внутри скопировали еще раз три деструктора всего три объекта потом начнем немножко усложняем задачи будем объект не стыковая временной вот и напоминаю 2003 год 98 плюс и все оптимизации выключены конструкторы все с сайд эффектами сколько раз будет вызван конструктор копирование то есть по сравнению с этим примером тоже два не совсем он будет вызван один раз чудеса да как так получилось еще на самом 98 но и в третьих тоже плюсах было введено понятие копии лишь она собственно приехал до из реальных реализации где сказано что в некоторых случаях компилятор имеет право выкинуть конструктор копирования даже если у нее сайд эффекты или у деструктора из сайд эффекта по что число объектов меняет значит меняется число деструкторов тоже вот и ну причем интересные слова да это из-за лаут то есть может может выкинуть может не выкид но и сайд эффекты то есть это насколько мне известно ниц на ступление в стандарте от принципа as if вообще я считаю что компилятор может программа делать все что угодно может камня на камня не оставить полностью переколбасить так что вы не узнаете самое главное чтобы обзирал behavior поведение которое можно наблюдать снаружи этой программы всегда оставался прежним а там дальше уже неважно что происходит но вот есть известный оговорка только то что компилятор может поведение ваша программа поменять вы это увидите и ничего сделать не можете на самом деле можете вы можете передать флаг no light constructors он поддерживается в gcc в силанге в microsoft я думаю есть похожий флаг и тогда увидите по-честному как все происходит создали временный объект потом скопировали временный объект внутри скопировали еще раз два конструктора копирования вот ну то есть компилятор здесь сделал что-то вроде чудо у нас да но казалось бы что там такого интересного можно было если я учил книжку учился плюс плюс по книжке плюс плюс за 21 день я знаю что объекта всегда передавать по констатной ссылке это всегда быстрее у нас не будет конструктора копирования не важно объект временный постоянно просто его всегда ним даже не может быть вот но есть такой момент что если мы приняли объект по значению то у нас есть преимущество скрытая искать комбо в рукаве допустим мы пишем аксессор у нас есть класс бы в нем есть поле типа и мы хотим принять объект типа и проинициализировать им внутреннее поле если мы приняли его по значению нас как бы можем сделать хитрый как что-то вроде такого да а swap тем самым ни одного копирования своп дешевой операции мы создали сначала дешевый объект на стеке с минус единичкой свопнули вас дорогой объектом потом оба уничтожили дешевый дорогой ну тут я немножко схитрила не сказал что в метод swap есть но там понятно как выглядит вот тем не менее чего там мы все мантику не завезли 98 плюсы пожалуйста вот причем есть в аудитории люди которые никогда не писали production код на старых плюсах там 28 2003 сразу учили 11 да как бы повезло но бывает открываешь старый код а там своп 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 думаешь что за фигня такая ну вот примерно понятно почему да потому что у нас не было мув семантики ну ладно с аргументами разобрались теперь вопрос про возвращаемое значение создали объект внутри функции вернули его по значению и инициализировали им другой объект который находится снаружи от функции вопрос сколько раз будет вызван конструктор копирование 98 плюсы по-прежнему оптимизация выключена там вот это все 0 раз мой вообще любимый слайда конструктор деструктор просто вот красота если разобраться то есть ну компилятор сотворил как бы вообще чудо да у нас функция red вал каким-то образом смогла сразу сконструировать объект снаружи от себя для этого должна нужно либо явно искать где он лежит либо он всегда лежит это в фиксированном месте относительно нее допустим на вершине следующего фрейма стека вот ну как-то работает мы сейчас разберемся а пока что другой вопрос то есть что будет если добавить опцию нового light constructors сколько раз будет конструктор вызван один два раза да потому что return все плюс плюс имея следующую семантику это значит взять выражение которое стоит справа от return и скопировать его специальное место предназначено для возврата значения то место которое узнала вызывающая функция то есть прям слово копирование там в семантике явно прописано в одном месте а в другом месте прописано что копирование можно выкинуть если реализация это позволяет таким образом первый раз значит четвертого копирования игры присвоит ретвал второй копирование вот а что если у нас игрек уже существовало мы не можем инициализировать нас будет дорогой 5 присылания ну допустим из это вектор опять же там с кучей на кучей будем копировать цикле потом один объект удалили зачем все это было нужно да не проблема своп 98 плюсы короче проблему решили зачем я вообще об этом рассказа объявили встречу си плюс плюс 17 и плюс плюс 20 короче из торонта привозим свежие новости чувак выходит такой значит рассказывает там 2003 год вот но первых как во первых я хотел восстановить некую справедливость то есть сейчас бывает даже обидно читать про 11 плюсы что вот 98 плюсы был такой ужасный язык короче мы наконец-то придумали ему всематику теперь там можно писать код эффективно да ну все его писали эффективное кто хотел но было очень неудобно например если у нас есть вектор делаем pushback вроде бы временный объект копирование да мы создали объект вот длинный адрес это видно это стек потому что он в верхней части адресного пространства потом мы копируем этот объект в кучу два деструктора если у нас будет двумерный вектор то все еще хуже объект на стеке копируем в кучу перекладываем в кучу три деструктора вообще боль печаль вопрос можно с этим как-то бороться в 98 плюсах там дарна уже все догадываться как можно ну как-то вот так ужасным образом да значит сначала присадили один вектор присадили другой вектор создали там дешевые объекты поменяли местами дешевые дорогой объекты ну короче три строчки до геморроя на ровном месте вот в этот момент а как раз приходит одни стоплю сына на помощь ну как водится до группа по стандартизации она не выдумала ничего нового она просто придумала стандартный удобный способ делать то что все и делали так давно мув семантика я даже про нее как бы задерживаться не буду это то все в разумеется так знают пойду дальше да то что что у нас изменилось теперь у нас есть мув семантика теперь у нас это не копии лижен а копии мувы лижен плюс к тому добавился копии режим для срока чп что срока x это по семантике то же самое почти что return x нужно скопировать выражение которое стоит справа от ровника специальное место которое переживет раскрутку стека ну вот это копирование теперь тоже можно выкидывать у нас добавились в стандартных контейнерах конструктор который принимает рв или мы можем теперь даже вообще прокинуть аргументы конструктор напрямую и там без всяких мув вы делаете вот там где надо и еще интересная вещь 17 плюсах появился появился гарантии копии лишен про него можно рассказывать на отдельный доклад на полчаса вот я постараюсь так буквально за минуту объяснить что такое ну для начала зачем это нужно то есть понятно что не для перформанса не для скорости если ваш компилятор в семнадцатом году все еще не выкидывает лишние копии а вам важна скорость значит пора выкинуть такой компилятор я даже если честно не знаю таких это было прям самого начала по своему появлению си плюс плюс тем не менее были неприятные вещи во первых людям не нравилось что компилятор имеет право поменять обзиры был бихевер их программы когда она совершенно нормально обычно если вас зависимость от опции компиляции программ ведет себя праздновать что мне было где-то убы спряталась либо floating point чем мерзкая штука да то что там у x87 одна точность у сси инструкции другая точность зависимость того какого код генерал компилятор там всякие спецэффекты кто сталкивался что знает а тут простая программа да вот люди университете учились и плюс плюс их на экзамене спрашивают а сколько будет конструктор копирования нельзя легко ответить на этот вопрос то ли один то ли два как повезет с этим немножко поборолись хотя не до конца второй момент 98 и даже вообще в 14 плюсах нельзя сделать вот так объект который нельзя двигать нельзя копировать все запрещено а мы хотели вернуть его по значению записать переменную компилятор нам говорил ты знаешь не конструктор копирования вообще-то не нужен я не собираюсь его спорить но он должен быть иначе программа не скомпилируется вот теперь сказали что все не нужен так не нужен копии лижен не может быть а он обязан быть я помню когда об этом услышал побежал читать стандарт скорее draft 17 набрал в поиск слова гарантии ничего там не нашел более того потом я пошел в главу про копии лижен увидел что она стала короче на один абзац то есть казалось бы уменьшилось количество служить случаев которых копии лижен вообще должен быть я рекомендую почитать проползал вот этот 135 там как раз хорошо видны разница что нужно изменить в стандарте чтобы копирировать стал гарантии теперь ситуацию когда мы инициализируем l-value при помощи pr-value pure value грубо говоря r-value у которого нет имени не какая-то временная переменная протухающая именно вот результат возврата значения функции теперь это вообще не копирование теперь мы считаем что pr-value это не самостоятельно объект это некое состояние вот результат вычислений которым можно проинициализировать объекты или вели это в первую очередь location поэтому когда мы говорим l-value присылать pr-value это просто биндинг value location то есть копирование даже не возникает не нужно ничего выкидывать это кстати классно потому что самое народу вот почему-то все нововведения да они приводят только к росту стандарта дает наверно первое которое видел в ходе которого реально выкинули один абзац и добавили там слова там слова сам прямо приятно посмотреть она уже называется сру сэмплэфа и твое категория упростили стандарт сделали лучше то есть теперь создали объект это у нас как раз pr-value если бы сделали перемену потом дайси вернуть этого уже не сработало это не гарантий копили же данном случае мы возвращаем все нормально записали функция make на сами конструировал объект напрямую сразу нм она знала где он находится здесь как раз ну сейчас чуть-чуть подальше про это поговорим как она работает под капотом по тему доклада обещал про копии ссылки сам что-то про стандарт про копии режим все-таки что у нас ссылкой на константная ссылка это все еще отличный способ избежать копирования при выполнении двухсловий во первых копия не нужна если внутри функции нужна своя личная копия то лучше это копию всегда делать на call сайте по что мы знаем временный объект и тогда копию можно выкинуть либо постоянно до копии придется делать по-честному ну как тот пример с аксессором да мы смогли проинициализировать поле класса не создавая копии если мы принимали константную ссылку то копия было бы неизбежно там никак это обойтись обойти бы не получилось не читая всяких вариантов там с двумя перегрузками одной и той же функции одна для константной ссылки другая для рв или либо с фарвардингом аргументов конструктора все это гораздо сложнее и второй момент копирования класса вообще следует избегать то есть допустим вам не нужна копия инта внутри функции вам достаточно его почитать но вы же не будете передавать по ссылке все знают что там это обычно pointer или полпоинтера какая-то странная оптимизация вопрос где эта граница какой объект нам стоит для какого объекта надо избегать копировали какой объект можно плюнуть скопировать и вообще даже не думать об этом вот на эту тему все плюс плюс горгайдлайнс это документ который поддерживает с сатором и струбом на гитхабе можно почитать написано следующее если объект копировать дешево что такое дешево зависит от машинных текстур она обычно это два-три машинных слова то лучше передавать его по значению не заморачиваться ссылками противном случае константная ссылка лучше а вот по-прежнему непонятно до 23 машинных слов это все равно в два-три раза больше чем pointer как она может быть дешевле чем ну просто взять передать pointer на ближний регистр расходуется так далее сейчас разберемся как и для этого посмотрим как она работает конкретно например архитектуры x86 64 вот такой есть документ на сами него очень много разных версий которые отличаются деталями допустим в 2013 году добавили информацию по в x512 и по mpx это bound hardware checked pointers интерфейс кстати писал слава захарин который работал в новосибирске сейчас правда уехал штаты вот что здесь сказано для того чтобы передать аргументы функции нужно сначала классифицировать pointer integer понятно просто числа sse x87 это floating point flow double long double и вектора sse все остальное попадает класс memory значит если размер объекта больше чем четыре машинных слова по 8 байт либо в нем есть не выровняно поля то он автоматически попадает в класс memory и второй важный момент я в первый раз эти я раньше думал что си плюс плюс не упоминается в ибе а и там все в серверах терминах си отдельный документ мочит но это ним и бея должен замочить си плюс плюс термина носишь на сами все оказалось сложнее си плюс плюс уже умудрился прорасти даже вот машины интерфейсы вот и здесь сказано что если у объекта есть нетривиальный конструктор копирования или нетривиальный деструктор то он передается по невидимой ссылке даже если вы передали по значению на самом деле положит на стек аргументно передадут pointer на этот класс что такое нетривиальный конструктор копирования ну в стд добавили специальная шаблон из из 3 вере копия был для того чтобы конструктор класса был тривиальным нужно чтобы он либо вообще не было объявлено и возгиб компилятор либо вы написали при свой дефолт что примерно то же самое только удобнее начиная с 11 плюсов и все базовые классы все члены этого класса должны иметь дефолтный конструктор в нем не должно быть ничего виртуального не базовых классов не методов после того как мы классифицировали аргументы мы передаем их функцию если memory то мы кладем аргумент на стэк если класс интеджер или pointer у нас есть целых шесть дженнил папа сергистов каждый по 8 байт для того чтобы передать этот аргумент сразу в регистр ну понятно что это удобно функции мы принимаем аргументы чтобы с ними работать чтобы с ними что-то вычитать когда данные в регистрах мы можем сразу как бы на горячую с ними что-то сделать не лезть там на стэк и так далее это как бы половина истории насчет возвращаемых значений здесь сказано следующее в core guidelines предпочитайте возврат по значению output параметром output параметры тогда мы передаем первым параметрам не константную ссылку гри пожалуйста запиши реста свои работы сюда core guidelines не рекомендую так делать почему ну мы видели что возврат по значению бывает не хуже чем по ссылке да у нас умный компилятор по выкидывал все копирование вроде все классно но почему же он все-таки лучше почему core guidelines рекомендует придерживаться именно возврат по значению потому что если мы возвращаем простенький объект но здесь начну с конца третий пункт который помещается в два регистра то объект вообще не материализуется не появляются на стеке нам функция что-то посчитала сложила в регистры вышла красота если объект сложный то тогда на самом ли компилятор для вас сделает ту самую неконстантную ссылку первым аргументом скажет функция пожалуйста запиши результат работы сюда но с важной гарантией сказано что этот память адрес который идет первым г этом не должна пересекаться несколько другой памяти доступной функции то есть это так называемая проблема алиасинга и это вот оговорка она очень-очень важна сейчас мы поймем почему предположим я пишу вот что-то связано с вычислением у меня есть куда двумя начало численный вектор я хочу написать поворота 45 градусов но помню какую книжку я использовал чтобы учить и плюс плюс поэтому я все оптимизировал я принимаю передаю его по указателям но по что лонка обычно размером с указатель я вот структуру как бы в два раза больше указателя я поэтому сэкономил аж наверное штат с байт все должно сильно ускориться какой будет ассемблер этой штуки есть у кого-то серьезные проблемы с тем чтобы просто сильно не задерживаться принципе так все понятно загрузили у нас rci это адрес структуры in rdi адрес структуры адрес мы загрузили структуру in в регистры а и b сложили записали а вот после этого снова загружаем поле in a как бы вопрос почему так получилось потому что кто-то может вызвать функцию f и передать 2 один и тот же объект в оба параметра поэтому когда мы записываем out точка мы испортили и на значение в регистре инвалидировалась мы его выкинули снова загрузили вопрос а почему не испортилась in b потому что вдруг структура пересекается как-то хитро ну такое можно сделать но для этого нужно использовать там интерпрет каста левой звезду где-то это нарушает собственно это убэ поэтому компилятор не подстраховывается тем не менее многие люди это используют программах особенно раньше была популярна где-то в имбедите грубо говоря мы получили пакет посмотрели на него через одну структуру потом скаставали его на другую структуру по-другому прочитали то есть так люди делают поэтому есть специальная опция большинстве компиляторов но strict aliasing как бы если программист очень страны то каждая запись память будет инвалидировать абсолютно все то есть регистры мы каждый раз будем выкидывать на помойку очень удобно современные процессоры у нас sky lake и по моему fire white то есть они 5 за такт могут выполнить 5 арифметических инструкций вместо этого он будет все это время стоять и долбить или один кэш бог плохо кстати что лоды в x86 нельзя отсрочить сторы можно отсрочить они идут во врать буфер лоды как бы пока он не закончится ничего делать не можешь поэтому если посмотреть у такой программы на и пися показатель instructions первых cycle сколько инструкция делать он будет там один или 05 вместо четырех как у теоретически сам это быстро программа которая может быть вопрос как с этим бороться возвращать по значению у нас s это локальный объект для функции f его испортить никто не может потому что никто никто не знает но с точки зрения и би вообще никого объекта нет мы посчитали сумму разы сложили в регистры какие получаются rx и rdx и вышли проблем с ли айсингом нет как бы красота еще лучше приняли по значению что у нас получилось объект приехал в регистрах в регистрах сделали операцию вышли функция общая грязь текласс то есть она не трогает память совершенно это такой же хороший код который бы получился если бы функция проинлайнилась на самом деле инланник во первых как бы не всегда хорош от него кода распухает перестает помещаться в кэш инструкции инланник не всегда доступен потому что не всегда у нас есть тело функции там ну собственно колл сайте ну и самое главное инлайнится обычно грубо говоря маленькие функции функции не обязательно быть маленькой для того чтобы поставить от онлайнника есть такая известная байка по моему среди то что ли чувак писал какой-то в общем вычисление математическое не был класс внутри вектор даблов он сделал метод который этот вектор делит на другой дабл ну какая-то нормировка вот берет в цикле каждый элемент делит на дабл записывает обратно и вот этот делитель принял по ссылке как бы это очень плохая идея потому что специально для даблов есть у нас ммкс ссе регистры вместо этого он потратил general purpose регистр на pointer и перед каждым делением нас стоял лот потому что компилятор умный он увидел что даблая со свектором даблов и поделил загрузил делитель погрузил поделил загрузил делители из памяти на самом деле зарядный кэша но это тоже плохо то что это медленнее чем доступ к регистрам ну и ладно то есть пострадал performance черт бы с ним до пострадали другие программисты когда кто-то пытался разделить вектор на нулевой элемент того же вектора то ну понятно что случилось первый элемент превратился в единичку компилятор замечательность вставил лоды каждый раз лодили эту единичку люди не ожидали такой подставы вот ну ладно то есть мы все поняли если у нас два аргумента они леются все плохо если мы вроде бы побороли эту проблему сейчас у нас аргумент не не алиса с возвращаем значение может ли что-то пойти не так вот здесь есть пустое место что можно вставить сюда что заставит основу загрузить поля и на и на инб есть версии у нас констатная ссылка на им вроде бы мы не можем его испортить как мы можем на самом деле себе повредить вызвать какую-нибудь функцию глобальную она имеет доступ ко всей памяти она может писать куда угодно мы про нее не знаем ничего загрузили сложили вызвали глобальную функцию снова вот эти две строчки загрузили и на инб вот причем глобальная функция ну я так говорю глобально это может быть на самом деле метод класса опять же казалось бы функция константная класс бы про него все знаем значит метод метод точно константная наш программа не скомпинируется может нам испортить аргументы ну на самом деле может да без проблем запишет глобальный объект потом по нечисливой случайность кто-то вызовет функция того же глобального объекта поэтому компилятор умный везде сгенерит лода все инвалидирует его не обманешь обманешь человека до который не ожидал такой подставы ну ладно пример может быть надуман и хотя в жизни они возникают допустим алгоритмы над бинарными деревьями двусвязными у нас есть константная ссылка на элемент мы пишем алгоритм там одна функция сходила наверх в parent потом другая функция обошла всех потомков этого parent а в этот момент pointer уже перестал быть константным что мы туда-сюда разменовали pointer у нас конст не пропагатится на данные на которые pointer указывает сами pointer константны мы не можем их поменять перенаправить на другую вершину а вот поправить содержимое вершины легко как же все таки вот нам исправить эту проблему до с глобальными функциями принять по значению воля мы загрузили и на nb они остались в регистрах соответственно r14 и rbx их разность осталась в регистре r15 это три регистра которые мы видим и еще три других не помню их номера это колесейфт колеса и регистра если функция глобал функ захочет их испортит она обязана их вернуть обратно на место причем силанк сгенерил плохой код даже с опцией в минусу 3 он использует регистра очевидно что можно использовать только два если переставить сложение глобал функ местами gcc справляется силан к сожалению нет паттерн используем по памяти очень правильно сначала идут пуши пуши идут во врат буфер они не задерживают исполнение нашей программы в конце идут попы это чтение если у нас функция глобал фанк короткой памяти же не писала то они просто аннигрируют а сами пуши и попы в в райт буфере и другие ядра даже не увидят этих записей но это все были такие надуманные примеры какой-то вектор там двух лонгов поворот на 45 градусов сейчас будет более элистичный пример вот у нас были строки строки тяжелый объект с ней ассоциирован вектор чаров и вектор массив чаров на кучи каждый раз когда мы копируем строк он тоже копируется там люди с этим боролись сделали копию рай строки оказалось потом еще хуже потому что на много процессора системах нужен фетчинет который дорого стоит короче говоря все знают что строки нужно принимать принимать посылки проблема возникает если хочу вызвать такую функцию в который принимает строку не от объекта с типа стринка допустим от чара звезды или от под строки чтобы вызвать функцию мне нужно сконструировать объект стд стринг на стеке в него положить данные либо буфер на куче за из того на строке там сссо или нет потом адрес объекта положить в регистр когда функция отработает уничтожить временный объект внутри функции мы берем адрес регистре идем поэтому адрес находим там объект там у нас будет бранч на длину короткая длина строка где брать саму строчку либо внутри либо на куче вот куча куча проблем и я вот писал на чистых си где-то на два года на си 99 и хочется прям чар звезду передать туда зачем вот это все можно с тд стринг чар звезде привести легко там берешь сестры все иногда нужно еще длину передать да вот казалось бы классно универсальный интерфейс хочет работать с константной строкой просто примечать звезду и все будет супер пишет такую функцию потом приходится плюс плюс программист с палкой бьете кричит на капсуляция все неправильно вот люди травмируются поэтому стандарт долго думал очень комитет как это исправить и стандартизовал известное решение string view то есть наконец-то у нас есть класс в котором есть чар звезда и длина мы легко можем сконструировать от любого объекта то есть который представляется мне где-то хранит непрерывную посредственность чаров и вот эти строчки я взял не из реализации а прямо из стандарта прям сказано что у него должен быть дефолтный конструктор копирования и еще даже оператор присваиваем на всякий случай зачем это так но теперь мы знаем зачем чтобы он попадал по требования и бея что можно передавать его прямо в регистрах вызываем функции от std string view любого объекта который похож на строку нам просто нужно понять где лежат данные адрес положить регистр узнать какая у них длина адрес положить другой регистр внутри функции f тоже ничего не нужно лодить прямо в регистрах она уже на горячую есть расположение данных их длина и как вишенка на торте он помещается не только в 6 входных регистров но и два выходных если мы возвращаем string view по значению то у нас просто адреса длина попадает в рейкс rdx вот сейчас будет слайд который смотивировал меня на всю вот эту презентацию сколько я уже рассказывал полчаса наверно где-то я ходил на доклад про c++17 там говорят так классно добавили то добавили это добавили стинге можно вот так вот теперь делать я прям там бомбанул на лекция короче под холодный душ побежал ну просто кошмар да то есть нам нужно сконструировать объект string view на стеке его адрес положить в rdi внутри функции значит обратно идем по адресу на стек ищем где у нас этот объект потом у нас два string view один другой инвалидирует у нас внутри string view чар звезда лон которая лястится вообще совсем точнее сайз т да у вас где-то другой сайз т бутом размер чего-нибудь все вы его поменяли испортили все стинге только что ну потому что может так совпасть случайно короче прям обидно да хорошая идея но все можно испортить то есть какое заключение большей степени хочу сказать что ссылки копии имеют разную семантику вообще ссылки придумали вот специально для того чтобы объект под ссылка мог измениться копия это копия дам про нее все знаем а ссылка это номер первого байта в памяти где чё там хранится а завтра хранится уже что-то другое вот и на каждой чих она портится поэтому если вы будете сейчас заменять ссылки на копии это будет микро оптимизация все знают что там в свое время можно применить лучше но если человек который пишет новые интерфейсы думают класс тяжелый блин целых 16 байт пожалуй передам к его посылки сэкономлю вот это вот еще хуже микро оптимизация по что ссылки они вообще немножко не того потом придумали константные ссылки но они нифига не работают все плюс плюс слова конст вообще ничего не значит только защищает от ошибок программиста что интересно все 99 появилось слово restrict и сочетание restrict и конста сами дает нам гарантии что данные которые мы считали не будут меняться и все плюс плюс я знаю по меньшей мере 5 проползалов попыток протащить restrict все они пока что завершились неудачей сейчас там обсуждают добавить другой ключевое слово alias set так чтобы программист руками размечал что с чем является что нет очень уродливо но с restrict там тоже уродливо по что возникает проблема что у нас будет с указателем звезд что у нас будет с оверлодами что будет с именами символов при линковке будут они меняться как с контом или не будут и все эти проблемы то есть прям проползал люди пишут мы хотим добавить restrict мы вот думаем что делать с этим думали думали и решили что restrict добавлять не будем добавим новое ключевое слово input caps lock мы будем везде писать input там где ключевые параметры а сам компилятор решит как это что с этим делать вот второй момент ссылки точно хуже чем копия если копия нужна если копия нужно давайте ее сделаем на колл-сайте там где можно от нее избавиться ссылки хуже чем копия если данные мелкие можно передать регистрах специально вот придумали если сравнивать x86 и би и x86-64 то там очень много внимания делено именно вот этому чтобы аргументы передавать в регистрах не классик лишний раз на стэк ссылки сложнее оптимизировать что во первых есть не дирекция нужно каждый раз сначала взять адрес по нему сходить во вторых алиасик там все портит и даже константная ссылка ну в принципе про это уже сказал подразумевает возможность изменения объекта на ничего не гарантирует ну вот вопросы да можно похлопать спасибо на самом деле большое спасибо лёша теперь можно задавать вопросы желательно в микрофон чтобы было слышно в записи потом тоже вопросы нет вопросов саша знаю что у тебя был вопрос у меня да не у меня него не никаких вопросов в моей презентации было констилка на стринга и чтобы знали я не стал слух говорить но все так было все так на сами вопросы возникают всякие допустим руками расставляет там купили ссылку зависимости от размера объекта как бы казалось бы то идиотизм компилятора сам знает какого с объектом может все подставить и были всякие интересные идеи как сделать и плюс плюс так чтобы компилятор за вас решал в данном конкретном случае данный как это объект как его передать но они тоже пока не увенчались успехом вот но так у нас теперь есть из 3 вела и коп и копии был в стд можно она будет добавить что-нибудь вроде из чипли копии был вот как раз это хорошая почва для проповзалов не но у нас в яндексе есть свой велосипед уже да 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 в фанкшен аргумент дали да 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 он он на самом деле начинает передавать посылки как только размер превышает одно машинное слово но если велосипед на то его спит что его можно поправить сейчас там микрофон уже да пожалуйста код и мы не знаем где он будет работать 6 64 это валидное замечание смысл в том что сказано но в принципе актуально для большинства архитектура то есть во первых гарантийка пилижен появился благодаря тому что и би устроен везде одинаково если мы вызываем функцию мы передаем и адрес куда она должна сохранить возвращаемое значение на этик 64 там регистров больше регистр больше ну поэтому если вашей стенд корр гадлайнс там сказано 23 машинных слова плюс-минус в этом как раз есть неприятность то есть это то что все плюс плюс хочется добавить в зависимости от выбранной бей решить как нам лучше передать аргумент по ссылке ли сейчас того к сожалению нет действительно поэтому мой доклад в большей степени направлен на мелкие объекты вроде итераторов мы в программах миллионами прождаем миллионами удаляем даже не задумываемся а потом бывает встречаешь код реальный пример люди писали доступ к индексу на диске там поисковый индекс вся четыре бита запихали все номер файла который нужно сказать смещение в этом файле там технические биты там ремуфт не ремуфт вообще молодцы взяли машин на слово в нем сохранили всю абсолют информацию после этого во первых делают этого класса нет ривиальный конструктор копирования вместо того чтобы int вот этот как был скопировать они начинают отдельно вот эти битовые маски копировать по одной и уже выпадает из как бы этот объект уже нельзя передать в регистрах во вторых начинает видео принимать посылки до внутри ли пансион санитлон который ли ясо абсолютно совсем вот ну прям больно такое смотреть то есть потому что вот то место где точно можно было все передавать по значению к сожалению до остальные места не такие очевидны бывает что не поймешь еще просто да а вот если взять умный указатель вот этот вы считаете его как передавать посылки константные по значению встречный вопрос да в чем отличие хорошего вопроса от отличного хорошего просто тот на который этот докладчик знает как отвечать отлично это тот на который есть слайд это известный холивар как передавать шарит ptr и шарит ptr копировать дорого по штабу внутри счетчик нужно делать фетчин это дорогая операция вот на что сантер в своих заметках разумно пишет что а зачем вообще передать шарит ptr если вам нужен метод который работает с классом безотносительно овнершипа ему неважно кто владеет классом может быть это unique ptr шарит ptr может быть он на стеке лежит то просто примите ссылку на сам объект если вы хотите поделиться овнершипом с функцией то передавайте шарит ptr по значению потому что его все равно придется скопировать копирование на колл сайте дает нам возможность копию в некоторых случаях выкинуть ну то есть можно будет сделать можно будет мувнуть шарит ptr внутри этой функции можно будет сделать мэк шарит в качестве аргумента и тем самым вот это вот инкремент декремент счетчика сэкономить единственный случай когда шарит ptr разумно передавать посылки это если функция может себе забрать часть овнершипа но это еще не точно то есть где-то под бранчем у нее сидит копирование шарит ptr вы не знаете заранее сработает бранч или нет скорее всего нет поэтому передаем посылки но это прям очень редкий кейс на самом деле вообще шарит ptr который дорого копировать лучше вообще никуда не передавать до овнершип держать ну а если говорить про unique ptr но его можно такому быть просто копировать его нельзя спасибо спасибо у тебя есть вопросы к аудитории добрый день если объект допустим пустой если в нем вообще нет данных если какой-нибудь способ передать его так чтобы компилятор гарантированную его вообще проигнорировал конкретный случай это не был if я с ним когда-то игрался когда еще не было плюсов 11 ну компилятор иногда мог это оптимизировать мог сожалению далеко не всегда хороший вопрос дело в том что как объект будет передаваться в первую очередь определяет особенный компилятора и бей потому что если мы компилируем к двумя разными компиляторами он должен нормально линковаться то есть ну и ответ на этот вопрос лежит где-то вот и там этот слайд был несчастный общем вот здесь если объект абсолютно пустой то сайзов у него единичка поэтому в рамках и бея выкинуть его запрещено потому что друг другой компилятор скажем вот и в этот байт что-то положит и как бы данные потеряются гарантированную выкинуть оставая имея только этот тип наверно нельзя если мы допустим положим этот тип куда-то то там все будет в порядке да у нас просто попадем переиспользуется там другим объектом полностью от него избавиться так чтобы у нас передача момента не было нельзя просто это будет нарушением и бея если функция принимает три аргумента на обязана принять три аргумента она не может как бы никаких не читать а там лишь не будет такого что в лучшем случае место на стеке там будет выделено но при этом мува в этом не будет происходить потому что у тебя копий конструктор пустой например даму в компилятор теоретически может выкинуть то есть аргумент лежит регистре но регистр займется это сто процентов но возможно мы сэкономим мув да все тогда спасибо большое тем сейчас на перерыв немного проветрим спасибо